Число зарегистрированных ипотечных сделок по покупке жилых помещений за прошлый год снизилось более чем на 20%. И это несмотря на то, что первичный рынок жилья поддерживает государство. Квартиру в новостройке можно купить в кредит со льготной ставкой. Программа начала работать в марте прошлого года. Тогда ипотечное кредитование практически встало. Ключевая ставка составляла 17%, что делало любые кредиты просто недоступными. Именно господдержка помогла в той сложной ситуации и строителям, и банкам, и в конечном итоге людям, желающим улучшить жилищные условия. Если в цифрах, то из общего объема выданных кредитов за 2015 год, это порядка 30% у нас было выдано в рамках данной программы. Условия, которые действовали по данной программе ипотека с господдержкой, остаются прежними. То есть максимальный срок кредитования это 30 лет, процентная ставка составляет 11,4. И минимальный размер первоначального взноса это 20% от стоимости объекта недвижимости. При этом существенным условием является то, что объект недвижимости должен приобретаться именно от юридического лица, застройщика либо инвестора. Но даже несмотря на привлекательные вроде бы условия, в Росреестре отмечают спад регистрации ипотеки. И хотя регистрационная палата отнюдь не пустует, специалисты объясняют, именно ипотечных договоров приносят не так много. Зато в сделках с недвижимостью появились новые тенденции. Если проанализировать там военные ипотеки, материнский капитал, который тоже идет рассрочка платежа и в силу закона по 488, как правило, возникает ипотека в силу закона. Эти вот регистрационные действия увеличились. Хотя в целом, безусловно, очень значительный спад. Если проанализировать, допустим, ситуацию где-то с 2008 года, вот такого снижения количества регистрационных действий, в общем-то, не наблюдалось. В агентствах недвижимости тоже почувствовали отток ипотечников. Отмечают и еще один нюанс. В некоторых случаях люди сами просят продать уже взятые в кредит квартиры, чтобы рассчитаться с долгом. Но это, скорее, исключение из правил. На такие меры идут только в крайних случаях. То, что люди отказываются от купленных квартир, потому что вот сейчас экономическая ситуация ухудшилась, вот такого всплеска нет. А вот то, что люди перестали брать, потому что эта ситуация ухудшилась, вот нам говорят буквально, да, что, во-первых, я не знаю, что у меня будет с работой. Или там вот как раз нас сократили, можно сократить. То есть те, кто вошел в эту воду, они, конечно, эту лямку тянут. Что же касается валютных ипотечников, в Красноярском крае, в отличие от столицы, таковых практически не было. Банки свернули долларовые кредитные программы еще до скачка курса. Популярностью они не пользовались. У нас в действительности был клиент, который брал, по-моему, в юанях, да, или там, не помню, какой-то еще в валюте привязка была, как таковая. Он, по-моему, около года проплатил, да, а потом понял о том, что это, на самом деле, невыгодно, сделал рефинансирование. Переглядялся в рублях, в действительности валютные кредиты невыгодны. То есть кто хотел просто от этого получить выгоду под 7% ипотека, еще что-то. В конечном итоге они поняли о том, что, ну, это невыгодно. Программа ипотеки с государственной поддержкой закончит работу 29 февраля. В банках с опаской прогнозируют ситуацию, которая сложится после ее закрытия. Мы ощутили всплеск за последние две недели обращений в банк по программе ипотеки с господдержкой. И сейчас мы в неделю принимаем около более 100 заявок. Если никаких государственных программ поддержки такой ипотеки не будет, в два-три раза, опять же, мы можем ожидать снижения объемов ипотечного кредитования в 2016 году. Пока в правительстве страны не решили, будет ли продлеваться государственное субсидирование ипотечного кредитования, позиция Министерства финансов, программу стоит свернуть и рассмотреть другие меры поддержки. А значит, кривая ипотечного кредитования в скором времени снова может поползти вниз. Анна Московских, Дина Володина, Сергей Сеславин, Александр Ермошенко, Алексей Гусев, Максим Галат. Новости.